всем привет прекраснейшая сегодня погода я сюда приехал на велосипеде и как видите я нахожусь возле такого старенького но все же домика а дело в том что я купил себе небольшую тачку тачка это было длительное время скажем так полу заброшенной сюда приезжали траву гасили никаких ремонтов никаких облагораживающих скажем так моментов не производилось здесь только косилась трава я уже сюда приехал не первый раз немножко я здесь уже порядке по наводил более менее что-то стало как лица видно понятно что дальше делать потому что просто здесь было очень много мусора очень много сухой травы просто покошенные валялась слоем 5 сантиметровым увез отсюда много мусора своего уже мусора и кстати много тоже стало здесь ветром раскидала обратно собрал может быть какие-то животные приходили не знаю почему так не должно было ветром в принципе раскидать прощение что все-таки кто-то растащил домик нуждается в облагораживании в ремонте починки крыши покрасить его надо внутри бардак чуть-чуть это привез какую мебель пару шкафчиков в общем а так место здесь красивое но есть одно большое но скажем так сюда уже как говорится финальная прямая дороги постоянно затапливается дело в том что откуда-то сверху бежит ручей и из-за этого очень многие здесь соседние участки мучаются еще самое главное интересно я сейчас расскажу такую маленькую историю сейчас еду и издалека смотрю мужичок пытается тоже копать соседнего участка как раз сосед поздороваюсь познакомлюсь подъезжаю а это мои знакомые оказывается брат моей одногласницей у них соседний можно сказать участок это их не ну вот и хорошо с одной стороны ухты какая птица интересно и кстати на полетела в том направлении что еще самое интересное оказывается тоже вот участок я его вижу отсюда это участок моего знакомого тоже любителя приборного поиска с которым позавчера в этот момент оказывается и обговорили узнали перевод купил участок и где-то у меня там же в общем работы много попозже возможно моя супруга жена подъедет сюда до огорода надо ехать не может где-то там возле соседних участков здесь метров 300-400 идти придется мне к ней идти и забирать так сказать рассаду цветочную хочется розы посадить а так участок классный неплохой вот такой друзья сам домик этот матрасик лежал внутри какой-то сыроватый был не стал пока выкидывать думаю так может пригодится что-то где-то подстелить так на солнышко выставил открыл дверь в домике чтобы немного проветривалась здесь что-то у нас цветет классненько так прикольненько какая-то сакура приятно здесь какой-то виноградик на эти палки это мусор все будет выкидываться прошлый раз посадил здесь не знаю кто ну что-то походу не прижился а вот этот кустик тоже был мной посажен супругой вот какие-то почечки есть здесь друзья тоже большая свалка помойка можно сказать но доски будут уходить на дрова будем сжигать остальное потом выкинем это я не знаю че какая какой-то сорняк был здесь к это некая тепличка была но сами видите мусора здесь просто мама не горюй здесь некий такой полуколодец можно сказать вода уже стала более-менее чисто кстати видел то ли какой-то лягушка только эта рыбка туда на дно уходила в глубину все это дело как раз таки стекает вот этих вот верхних полей здесь какая-то тоже вишня цветет но здесь короче работа непочатый край буду по чуть-чуть по чуть-чуть заниматься это то ли топинамбур то ли чё посмотрим что здесь вырастет абрикосик растет здесь какое-то дерево в общем траву здесь я частично собрал но еще полно осталось длительное время не пахалась в общем все зарастает здесь интересная такая тропинка это дикий чеснок друзья его можно кушать источник чесночный вкус в луково чесночный кстати буду кушать готовить его тоже применю но тут по ходу много внутри домика бардак можно не показывать там отмывать все надо там грязь пыль света нет здесь тоже какая-то сакура растет какие красивые бутончики будет красивый куст вот мой велосипед здесь я груз привез сапоги резиновые покрышка нормально надо было немножко побольше подкачать но пойдет в принципе проехал прохожу постоянно за это вот малину цепляюсь или что это плюс у здесь вот колючка здесь вот этот забор был здесь надо все это облагораживать вот такой друзья здесь у меня тоже печальный хреновый подъездной путь здесь у нас машина не проезжает здесь все у нас вязнет ой друзья накопался дорогу погода солнечная припотел даже по хорошему надо грядки копать а я все копаю обездные подъездные пути немножко в одном месте еще траншейку прокопал чтобы вода уходила туда по чуть-чуть по чуть-чуть буду каждый раз делать там по метру по два как говорится и со временем полноценную таншею прокопаю еще на дороге будет надо конечно выкопать трубы которые там лежат они забитые и переложить их нормально почистить положить по уровню так сказать ну наоборот с уклоном что вода уходила вообще сейчас немножко отдохну попью водички так сказать перекурю и буду пробовать заниматься грядками цветы сейчас еще пойду полью фу друзья немного покопал грядку и пора покушать время уже не знаю около четырех часов по моему четыре с плюсом времени скоро же жена должна подъехать потому что какое-то время назад я смотрел без пяти четыре было и так с собой я взял гречневую кашу с говядиной ну мы знаем что в кашах в этих мяса нету вообще практически так может быть жирок если будет какой-то уже хорошо и решил взять с собой свинину тушеную значит зайдя в магазин думаю взял пиво принципе будет неплохо к пивасу каши и сосисочки взяла такие мясной ряд сочные сыром ну посмотрим решетку поставил он обжигаться уже сейчас она немножко обожгется я пока сосиски вскрою от оболочки пошли разы привозил немножко посуды этот с короткой с собой привез в общем буду сейчас готовить себе кушать и так друзья как я горел в каше мясо не видать какие-то подобия жирка крапульки имеются белые сковородочку смазал растительным маслом каша вот еще раз повторюсь каша гречневая с говядиной сила р состав крупа гречневый жир говяжий лук она здесь жир только говяжий здесь в составе то и мясо и нету не зря я купил сосиски так а кто производитель о русская ресурсная компания сибирь юридический адрес россия новосибирская область новосибирск улица спартака дом 8 дробь 4 подъезда в 15 адрес своего солтатский край биск короче сборная солянка юридически там произведено вообще в другой области ну короче такую шляпу не знаю сама как гречка мясо здесь нету банку в мусор надо мусор вывести что же два пакета накопилось телефон тупит пытался несколько раз переключиться камера никак не срабатывала блин смотрю все время в экран извиняюсь у меня глаз куда-то косит скажем тогда потому что ну хочется себя видеть а камера то сбоку на телефоне вот потом как-нибудь сюда мы с вами приедем с ночевкой привезу сюда и наверно на какое-то время оставлю даже жить у меня есть спальный мешок у нас с этим спальный мешком у это вообще прикол там написано что он на минус 40 рассчитан но я в плюс 2 в палатке в днем замерз у меня каченили ноги об спальных мешках я хочу сделать отдельный ролик просто купил как говорится спальный летний мешок фирменный и он по деньгам дороже чем зимний на минус 40 ну естественно вы понимаете что такого быть не может ну что друзья чего-то я умотался уже конкретно начало темнеть плюс поднялся ветер холодный неприятный одел кофту даже уже в кофте копал немного здесь вот клумбу покопал сколько смог как говорится не клубу грянку сколько смог столько прохерачил короче немного буквально полтора на два с половиной метра наверно копается в принципе неплохо но я то а еще еще живот чего сделал короче нашел старое чучело поставил на палку вот там подвернул стоит и стоит приколюха такая короче и вот здесь клумбочки еще вот эти две грядки вскопал такие длинненькие в общем в одну лук посадили во вторую пока чуть сил не хватило как говорится еще тут цветы посадили здесь цветы возле домика вот там кусты короче я так по кругу хожу уже показываю в общем нормально так сделал мои приехали но уже ушли ладно все друзья всем пока устал камера периодически включается на телефоне это подсветку врубает сажусь на велик догоняю своих все следующий раз как-нибудь еще придем сюда с ночевкой и на подольше